Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Уютный город своими руками, территориальное общественное самоуправление совместно с жителями курорта делают Анапу краше. В гостях у Нептуна анаповским школьникам преподали экологический урок о Черном море. Преемственность поколений. Маленькие казачата достойно продемонстрировали силу, ловкость и выносливость в рамках выездных казачьих сборов. Территориальное общественное самоуправление продолжают подводить итоги своей работы. В центральной части благоустроили пешеходную зону. По просьбам местных жителей сделали остановку общественного транспорта. Анапчане отмечают, что год от года город становится все более комфортным как для гостей, так и для местных жителей. И многие сами вносят вклад в благоустройство курорта. Почти для каждого месяца весны, лета или осени в Анапе есть свой цветок. Это клумба на улице Новороссийской. Такие есть у каждого второго частного дома. Подбор растений в зависимости от предпочтений. Лариса Евгеньевна говорит, что выбирала относительно неприхотливые. Вместе с тем ежедневно на уход за ними, а также другие работы на закрепленном участке тротуара уходит минимум полчаса. Сама она называет себя старожилом, так как живет на этой улице с рождения. Каждым годом все лучше и лучше. Посмотрите, какая красота вокруг становится. Люди стали заниматься зеленением. Десять лет назад дорога была другая. А сейчас она расширенная. Розы на улице не росли. А пять лет назад стали ухаживать больше. Курорт по-другому стал развиваться и стали люди больше уделять прилегающей территории. Людмила Шмакова, руководитель местного территориального общественного самоуправления, говорит, что центральные районы в достаточной степени благоустроены, однако они же являются своеобразной визитной карточкой Анапы. В этом году администрация привела в порядок пешеходный участок улицы Терской между Астраханской и Ленина. Продолжаются плановые работы по благоустройству. Только в одном сквере Протапова с весны заменили три десятка скамеек, испорченных вандалами. Также, по просьбе местных жителей, на улице Терской в районе школы номер один сделали остановку общественного транспорта. Нам не приходится ждать. Вот, допустим, сломались там две урны, прохудились некрасивые, стояли, прожавели. Позвонила в ЖКХ и буквально в этот же день, к вечеру, их заменили, уже выкрашенные, поставили новые. Ну, если что-то более масштабное, если там кусочек тротуара где-то провалился, то это тоже Аремстрой приезжают в течение двух дней, они сделают. Так что долго и напоминать не приходится. Как-то мы дружно работаем. ТОС номер 6 выиграл 200 тысяч рублей на краевом конкурсе. Эти деньги пустят на озеленение улиц. В свою очередь в администрации разработан проект обустройства сквера на улице Тургенева в районе Высокого берега. Работы планируется начать уже этой осенью. В Анапе и сельских округах работают 19 ярмарок-привозов, на которых организовано более 500 торговых мест, предоставленных бесплатно местным производителям. Рекомендуемая цена для привозов на 15-20% ниже рыночной. Ее определяют специалисты управления сельского хозяйства в результате мониторинга цен на городских рынках и в гипермаркетах. С рекомендуемыми ценами можно ознакомиться на специализированных стендах, расположенных на ярмарочных площадках. Так, по данным на 13 сентября, рекомендованная цена на картофель составляет 20 рублей, на капусту – 22 рубля, лук – 18, кабачки – 30 рублей. Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев говорил о развитии ярмарок выходного дня. По его словам, у жителей должна быть возможность покупать свежую, качественную, экологически чистую продукцию без консервантов и при этом более дешевую. Глава Анапы Сергей Сергеев считает, что местные привозы работают на достаточно высоком организационном уровне. Однако необходимо привлекать на них еще больше посетителей. Например, сделать лотереи с розыгрышем сельхозпродукции не разовыми акциями, а постоянными. Еще одна идея – приглашать на ярмарки выступать местные творческие коллективы. Напомним, что в течение недели ярмарки работают в каждом районе города. Также сельскохозяйственную продукцию всегда можно приобрести на центральном привозе на улице Парковая, который работает в сентябре со вторника по воскресенье. С октября график изменится. Ярмарка будет работать с четверга по воскресенье. Двухдневные сборы казачат прошли в эти выходные. В них приняли участие более 300 мальчишек и девчонок. В этом году мероприятие приурочили к 25-летию со дня основания Анапского казачьего общества. Палатки, знамена, казачий лагерь разбили ребята со всего Анапского городского округа. Всяли пострадавшие! Быстрее! Пошли! В программе сборов комбинированная эстафета с военными элементами, перетягивание каната, другие командные игры, а также смотр, строй и песни. Сегодня казачат прибыло 320 человек. Это для нас очень имеет большое значение. То есть идет прирост в казачьих и детских классах. Казачата – будущие патриоты нашей Родины. Вот здесь они показывают, чему их научили в казачьих классах казаки-наставники. Всего в казачьих классах и группах в городе-курорте, а также в сельских населенных пунктах занимаются порядка 1200 мальчишек и девчонок. Мероприятие проводится четвертый год подряд. Его организуют казаки совместно с городской администрацией. В школах города-курорта Анапы и Анапского района происходит воспитание, организованное воспитание на историко-культурных традициях казачества. Большое значение имеет это для патриотического воспитания будущего, подрастающего нашего поколения. Тех ребят, которые в будущем будут защищать нашу Россию. Сборы продлились два дня. По итогам казачатам выставили оценки. В воскресенье вечером они были уже дома с новыми впечатлениями. На пляже Высокого берега состоялся необычный экологический урок. На этот раз в гости к Нептуну пожаловали школьники. Вместе с гостями «Тайны Черного моря» раскрывала и наша съемочная группа. У Черного моря много тайн. При открытии для школьников взяли специалисты Всероссийского общества спасания на водах и участники военно-патриотического клуба «Наутилус». Из видеопрезентации ребята узнали о полезных, вредных и редких видах морской флоры и фауны. 2017 год объявлен Годом экологии. И в свете указа президента мы работаем с детьми в этом направлении. Ну и к тому же мы большие фанаты нашего Черного моря. Поклоняемся ему, как и Нептуну, как царю морскому. Любим его и любим детей, любим свою работу, любим свой край. И вот так занимаемся. Но кроме познавательной части школьников ожидал необычный сюрприз. Прямо со дна морского к ним прибыл владыка морей Нептун. Вместе со своими помощниками он провел веселые викторины и конкурсы. Участникам программы пришлось приложить немало усилий, чтобы показать свою ловкость, силу и смекалку. Ведь самого активного ожидала серьезная награда – сертификат на погружение с аквалангом. Придумали и организовали испытания воспитанники патриотического клуба «Наутилус». Идея пришла к нашему тренеру Дульдеру Александру Сергеевичу. Он как бы задействовал нас в этом конкурсе. Была репетиция вчера. Он сказал, кто кем будет, костюмы сказал сделать. Мы изготовили костюмы и сегодня выступали. Несмотря на свой юный возраст, в процессе обучения им приходится сталкиваться с куда более серьезными задачами. На самом деле мы погружаемся на большие глубины. Вот недавно были на танкере в Благовещенске. Там побывали на танкере на глубине 9 метров. Руководили спусками якорь. Вот я поднял лично якорь. Но на этом совместные проекты Всероссийского общества спасания на водах и клуба «Наутилус» не завершаются. 31 октября состоится праздник «День Черного моря». К этой дате планируется снять уникальный фильм о жизни морских обитателей и организовать яркий праздник, посетить который смогут все желающие. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова